Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа Человек и Закон. В студии я ведущий Александр Гурарье. Последнее время распространилась информация о том, что Министерство внутренних дел Израиля ужесточило требования к получению заграничного паспорта Даркона. Это касается очень многих, кто собирается репетриироваться, собирается стать гражданином страны, но под тем или иным причинам не может сразу на длительное время остаться в стране, а вынужден вернуться. У кого-то бизнес, у кого-то работа, у кого-то пожилые родители. Поэтому люди заинтересованы в том, чтобы сразу получить, быстро получить заграничный паспорт Даркон и с его помощью уже вернуться и приезжать в любое время, когда им необходимо. Поэтому мы сейчас побеседуем на эту тему с адвокатом нотариусом Натали Эль-Аль, основателем и руководителем адвокатского офиса Эль-Аль-Лоу, которая уже была не раз гостем нашей студии. Натали, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну вот это вот желание получить Даркон, оно вполне понятное, но тем не менее я не могу не спросить, а почему вообще так стремятся получить именно Даркон, то есть заграничный паспорт израильский? Есть ли разные, так сказать, заменители, там так называемая Лесе-Пасе или Теудат-Маавар, почему люди стремятся получить именно Даркон? В чем его преимущество? Да. Главное преимущество Даркона заключается в том, что оно дает возможность посещать без визы более чем 160 стран во всем мире. То есть свободно разъезжает по миру? Да. Благодаря этому Даркон занимает 19-е место в списке всего мира таких документов по посещаемости и по путешествиям. В списке этих стран очень такие страны, которые не всегда труднодоступны, такие как Великобритания, Шенгенские страны, Канада, Нью-Зеландия, Новая Зеландия, поэтому... Австралия, наверное, тоже. Да, Австралия, по-моему, тоже, да, и поэтому Даркон имеет большое преимущество. А Лисе-Пасе, кстати, там мы в списке... То есть это временное разрешение, сейчас я его перевел Лисе-Пасе, это Тудат-Маавар, то есть временное разрешение на посещение границы. Да. И с Лисе-Пасе можно посещать около нескольких десятков стран, около 60 стран, и это тоже неплохо. Но, естественно, Даркон считается лучше, и стоит отметить, что с Лисе-Пасе частенько чиновники, пограничники не совсем понимают, что это за документ. Они не знают, что это такое вообще-то. Да, и тогда появляются какие-то сложности, поэтому люди всегда предпочитают Даркон, а не Лисе-Пасе. Да, я помню историю, когда мои друзья, собираясь ехать, если не ошибаюсь, в Испанию, они специально здесь в посольстве в Израиле, в посольстве Испании поинтересовались, а можно ли въехать с Лисе-Пасе, Тудат-Маавар, им сказали, да, конечно. А когда они приехали, их там промариновали несколько часов на границе, потому что пограничники не понимали, что это такое. Это же очень важно еще, на кого нарвешься, наверное, да? Это точно, да, и у пограничников в большинстве случаев много полномочий, не могут тебя не впустить. Скажите, ну вот хорошо, давайте уже теперь более конкретно, то есть какие трудности сейчас, какой вообще порядок получения Даркона, получения вот этого заграничного израильского паспорта существует в настоящий момент? Да, на данный момент 3 декабря 2020 года была принята поправка в закон Дарконов министром внутренних дел Ариадер, и она, конечно, не в нашу пользу. На данный момент новые репатрианты имеют право получить Даркон всего лишь на год, и если через год они находились в Израиле меньше, чем 75% из времени, тогда они не могут продлить Даркон, не могут получить новый Даркон, а только лишь Лисе-Пасе. И в дальнейшем также им будет сложно получить Даркон или невозможно получить Даркон на длительные сроки, если они не находятся в Израиле как минимум 3 года, допустим, из 10 лет. Ну хорошо, это получается, что граждане, которые приезжают в страну, получают гражданство прямо в аэропорту, но тем не менее они считаются пораженными в правах, потому что они получают внутренний израильский паспорт, они получают прямо в аэропорту, а вот с получением заграничного паспорта происходят такие проблемы. Не кажется ли вам, что это связано с определенной дискриминацией? Да, я с вами согласна, это в моих глазах дискриминация, допустим, в других странах, в Германии, в Австрии, в Испании, когда у человека, он может доказать, что у него есть какие-то корни этой страны, он очень быстро, не выезжая из Израиля, он может получить выход из Марокко на данный момент, не выезжая из Израиля, могут получить португальские паспорты гражданства. А наши евреи не могут получить израильский паспорт, они должны доказать, что они здесь проживают. В общем, это люди, извините, это люди, которые въехали на законных основаниях, согласно закону о возвращении, являются полноценными гражданами страны, но при этом они поражены в правах. Так точно, ведь закон о возвращении не делит евреев на сорт первый, сорт второй, на кошерных, некошерных евреев, так почему же закон о паспортах их начинает делить и не позволяет тем, которые не могут осесть в Израиле, по своим причинам у них могут быть бизнесы за границей или еще имущество, и они не могут осесть в Израиле. Почему они не могут получить Даркон? Задается вопрос, это их родина Израиль, этих евреев или нет, раз она не дает им за гранд паспорт. Это большая дискриминация в моих глазах, и это вообще не следует, не подходит к декларации о правах человека. То есть, в принципе, это является демократическим государством. То есть, в любой стране человек, в общем-то, сейчас является гражданином мира, поэтому невольно перемещение, ну, конечно, не в условиях пандемии, в которой мы сейчас находимся, но, в принципе, перемещение по миру – это необходимость, там, бизнес, работа и все такое прочее. Скажите, а вот многие, кто, по крайней мере, когда шел скандал по поводу вот этих паспортов, Дарконов, утверждали, что вот приезжают люди из, в основном почему-то говорили про страны бывшего Советского Союза, только для того, чтобы получить Даркон, и, мало того, они получают корзину абсорбции, то есть вот эту помощь, и, получив Даркон, сбегают. То есть, вот, как, на ваш взгляд, корзина абсорбции связана каким-то образом с Дарконом? На мой взгляд, корзина абсорбции не связана с Дарконом, ведь любой новый репатриант может получить корзину и выехать с Лисе-Пассе или еще с другим загранпаспортом, поэтому это ему не мешает получить корзину, и не нужно это связывать. А также вы знаете, что корзина, речь идет не о большой сумме, которая выплачивается постепенно, поэтому если новый репатриант не будет проживать в Израиле, все равно он всю корзину не получит, и многим новым репатриантам не всем она нужна, не все ее оформляют, поэтому не нужно связывать это с Дарконом. Ну, мы знаем с вами, что был достаточно большой список, скажем, мягко говоря, не бедных людей, а, честно говоря, очень богатых людей, которые получали израильские паспорта, израильское гражданство, там, Брамович и многие другие, я не думаю, что они бегали и просили у Министерства абсорбции получить вот эти жалкие несколько тысяч для корзины абсорбции, наоборот, они как бы вкладывали в страну. Вот на ваш взгляд, вот то, что сейчас происходит такое-то ужесточение с Дарконом, может ли это, ну, скажем так, отбить охоту у некоторых людей, как бы стать гражданином страны, и не понесет ли Израиль от этого, в общем-то, потери, как моральные, так и материальные? Я считаю, что да, это может отбить охоту, и я очень сожалею об этом, потому что эти люди нужны нашему государству, даже если они не проживают, это наши евреи, которые могут принести пользу, они жертвуют очень много пожертвования делают, они вкладывают деньги в Израиль, в недвижимость, в имущество какие-то, в бизнес, да, поэтому я считаю, что это неправильно. Скажите, ну, а вот есть ли тут какая-то религиозная составляющая, то есть, что вот говорят еще о том, что те, кто приезжают, они как бы далеки от религии, далеки от корней еврейских, и поэтому, мол, что им здесь делать, вот в Израиле? С этим я тоже совсем не согласна, потому что, да, многие светские евреи, они, может быть, не религиозные, но они уважают юдаизм, и они не против юдаизма, и почему они должны быть сортом вторым в Израиле, почему они должны не получать Даркон, поэтому, дело в том, что министр внутренних дел у нас, Ария Дерри, он с религиозной... У нас скоро выборы, да, да, я, конечно... Есть шанс, что он сядет, потому что у него уголовное дело... Но я все равно что-то в этом понимаю, поэтому я думаю, что поэтому происходит какая-то дискриминация. Мало того, я знаю, что эта дискриминация направлена в первую очередь против выходца в стран СССР, Советского Союза, потому что даже в законопроекте это упомянулось, упомянулось то, что многие приезжают и используют, мол, Израиль для того, чтобы получить Даркон, но в большинстве случаев это не так, они только могут принести пользу нашему государству. Я считаю, незаконна, вот эта поправка, она незаконна, и нельзя делить евреев на кошерных и некошерных, и раз закон о возвращении не делает такое разделение, оно не должно быть и в законе о загранпаспортах. Скажите, ну вот давайте перейдем уже к конкретике такой голой. Есть ли какие-то сейчас новые препятствия, то есть могут ли представители Министерства внутренних дел, ну, извините, вставлять палки в колеса людям, которые хотят прийти вот и получить этот заграничный паспорт? К сожалению, чиновники МВД ставят постоянно палки в колеса, и часто именно нашим соотечественникам, поэтому стоит обратиться к адвокату, я считаю, если у вас появляются трудности, по крайней мере, потому что профессиональный адвокат сможет настоять на том, чтобы чиновник выполнил закон и не пытался поставить палки в колеса законным и незаконным способом. Ну, я сталкивался, извините, я сталкивался просто вот с тем, вот я приходил со своими друзьями, и там говорят, вам не положено. Как? Какой? Вы только приехали, какой даркон? До свидания. Все. Понимаешь, человек так может растеряться, повернуться и уйти, потому что он не знает своих прав. Да, то есть на своих правах, к сожалению, господа в Израиле, свои права нужно отстаивать. Да, то есть вот, они просто вот, просто в наглую говорят, поворачивай, все, вам не положено, до свидания. Все, человек поворачивается и уходит, и все. Если возникает ситуация, что если вам действительно нужно, как бы, достаточно быстро получить вот этот заграничный паспорт, даркон, то у вас нет времени, как бы, нет возможности рисковать и ждать. А может, вам потом через 6 месяцев, а может быть, через год его пришлют, да, то есть, но с точки зрения сухого закона такое право осталось, оно есть. Да, такое право осталось, поэтому если у вас нет времени, и вы не можете ожидать 3-4, полмесяца и полгода даркон, обратитесь к адвокату, который сможет четко объяснить чиновникам и настоять на том, чтобы они выполнили закон и не ставили палки в колеса. Ну, они вообще знают, когда человек приходит с адвокатом, то они даже не пытаются сопротивляться. К сожалению, они это знают. Спасибо, спасибо большое. И напоминаю, что мы беседовали с адвокатом-нотариусом Натальей Ляль. Натальей Ляль, основателем и руководителем адвокатского офиса Аль Лоу. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Ну и, господа, ситуации возникают всякие. И умейте отстаивать свои права. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова